приветствую всех с вами снова лев в этом видео я покажу как выглядит город ижевск сегодня 26 марта 2021 года приятного просмотра вам весна в ижевске местами даже на благоустроенных улицах приходится проходить по снежной части заснеженной части газона иначе утонешь так целом погода супер солнышко появилось гораздо теплее сейчас нахожусь на центральной площади города ижевска со стороны улицы карла маркса мост через эту улицу ну и так же два дома личного комплекса республика видного жилищного комплекса улица карла маркс снег фактически у нас только начал таясь но уже видел сырости очень много будет какой-то у нас период когда вообще по уму-то ходить сапогах резиновых но мы же все ходим в ботинках не совсем под эту погоду из нового приобретение вот такая вот конструкция у нас появилась я до сих пор еще не совсем понял в чем прикол я вот но надо что-то появились качельки вот сейчас мы подойдем поближе переплыву только вот это все дело кинотеатр россия галерея там же действующий кинотеатр здесь декаме таург там кинотеатр закрылся ну а тут вот молодые ребята качаются на котельках в общем-то прикольно ну такая громоздкая очень конструкция на мой взгляд более еще черного цвета но некое уютное пространство здесь вроде как создается благодаря ей полностью отремонтировали центральную площадь в Ежевске то есть все нету не отремонтированных участков ну и сейчас будет продвигаться в сторону набережной и возможно в ближайшие годы полностью Ежевская набережная также будет отремонтирована пока она только частично отремонтирована у нас отдыхает ребята ну в общем то это атмосфера достаточно такая ощущается праздник то есть люди приходят отдыхают вот мы видим центральный универмаг за ним отель паркин и там вот виднеется Михайловский собор так выглядит город Ежевской центральная площадь сегодня 26 марта 2021 года забрался на смотровую на центральной площади у нас есть такая башенка туда можно подняться по вот этим вот лестницам и увидеть как выглядит центральная площадь ну скажем с высоты может быть четвертого или пятого этажа вот это черная конструкция ДК Металург Минтеатр Россия ну и там кусочек пруда еще виднеется ну и ЖК Республика естественно гуляют люди день солнечный очень приятный погожий ну и я тоже вышел на небольшую прогулку благо есть перерывчик между рабочими образами вид на центральную площадь Ежевска стою спиной к отелю паркин справа вот это у нас театр оперы и балета здесь оттаял их потихонечку фонтан площадочка тут на скамеечках люди уже сидят тепло хорошо у солнышка то Хорошая погода, приятная Очень много людей на прогулке Потому что погода располагает Обычно не так много гуляющих Еще день-два назад буквально Достаточно прохладно было Вышли мы с вами к улице Пушкинской Можно идти Подсветочка у нас тут такая В начале пешеходного перехода Сейчас буду проходить мимо дворца Президента бывшего И резиденция главы Удмуртской республики Так она на текущий момент называется Тут довольно сыро И скользко Решу я немного поменять маршрут А то эта сторона в тени постоянно Там сложновато идти скользко не слишком Да и с этой стороны посимпатичнее будет идти Как раз будем проходить мимо резиденции Попадет нам в кадр арсенал Музейно-выставочный комплекс Кстати одно из самых красивых зданий города Ижевска И одно из самых старейших И один этаж-то у него Таки под землей Это пять копеек в тему альтернативной истории Вот она резиденция Ну мы в центральной части города Ижевска с вами находимся Она очень опрятная Это Октябрьский район Мне Октябрьский район больше всего нравится в городе Ижевске Ну помимо того, что это центральная площадь Сквер у Вечного огня Тоже мы туда зайдем с вами Так еще и набережная То есть в общем-то Ну еще и Михайловский собор, естественно Все достопримечательности здесь в этом районе основные Ижевский Поэтому он самый, в общем-то Наверное Интересный, ну с моей точки зрения Так, прохожу резиденцию Вот она во всей красе В кадр попал мощный такой химтрейл Последние годы у нас это В Ижевске прямо Что-то такое нереальное Проложили над нами Трансконтинентальные Маршруты Авиаперелетов Как будто бы Как будто бы негде обойти город Прямо над городом проходит Прошел резиденцию Перешел через улицу Коммунаров Здесь большое количество берез Растет И мы с вами Оказались В сквере у Вечного Огня Очень приятное место Где можно погулять Очень много здесь С детьми гуляют Ну, располагает это место К этому и на велосипедах Тут катается и на самокатах В общем, ухоженное Очень приятное местечко Раньше у нас здесь регулярно проходила Ижевская молодежная вечерка Это аналог Дискотеки Только в русском народном стиле На моем канале, по-моему, есть видео Для ГТРК Аудмурти Репортаж здесь снимали Ссылку оставлю на него В описании к этому видео Ну так, чтобы было понимание О чем я говорю Ну вот, и здесь достаточно много людей Погуливаются На свежем воздухе Хватит уже дома сидеть Потому что когда у нас холода Особо на улице Так не погуляешь Все-таки По большей части В помещениях проводим время Здесь в Аудмурти Период зимы В минус 20, минус 30 Ты не особо погуляешь Долго-то Много людей попадает в кадр Можно увидеть, как одеты люди сейчас Вот даже вижу Футболки кое-кто Но на самом деле Пальто совсем не лишнее Здесь достаточно теплая куртка Но думаю, на солнышке-то можно Все-таки погреться Вышли мы с вами К вечному огню Здесь также перечислены Стрелковые бригады, дивизии Воинские подразделения Которые были сформированы На территорию Аудмуртии В 40-х годах Во время Великой Отечественной войны Герои Полные кавалеры Ордена Славы Ну что же, на этом видео буду завершать Не знаю, насколько оно Интересным получилось Но если понравилось Ставьте палец вверх В любом случае Оно войдет в архив Так, на память Оставлю на своем канале Каким был этот день Но если досмотрели до конца Большое вам спасибо Желаем вам успехов Удачи Здоровья И всего самого лучшего Ну а с вами был Лев из Аудмуртии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok